Приветствую всех на канале Программфикс у микрофона Нетли. И в этом видео я хочу рассказать и показать пак анимации After Effects для ютуба, а также рассказать как правильно настроить под себя. Для начала нам нужно будет перейти по ссылке в описании на гугл диск. Далее скачать сам пак. После того как мы скачали наш пак, разархивируем его. Далее открываем саму папку. И видим здесь две папки. Одну с названием Outro, здесь находится старое Outro, которое использует уже наверное половины ютуба. Также находится сам Программфикс ютубер пак. Открываем его. Здесь мы уже видим сам проект After Effects и туториал для этого проекта. То есть там будет показываться как нужно, что изменять. Запускаем проект After Effects. В открывшемся окне нажимаем ОК. Здесь мы нажимаем Отмена. И уже в открывшемся окне After Effects мы видим то, что здесь у нас сразу открывается Outro из этого проекта. Такое вот длинное Outro, которое использует наверное уже человек 3 на ютубе. Также мы видим Outro второго типа. Здесь же мы можем заметить анимацию подписки с видеоэлементом. Или же просто анимацию кнопки подписаться. Также анимацию кнопки подписаться с блога канала. Правки Opener в виде рекламы для вашего канала. И сам Opener. Opener это открывашка для видео. Такие как в прошлом моем видео. И само интро. Открываем понравившуюся вам анимацию. Нажав по ней два раза в левую кнопку мыши. И здесь мы можем заметить контроллер. Это изменение цветов в вашем проекте. Например вам не нравится белый, вы привыкли к ночному стилю ютуба например. Нажимаем эффект controls. Либо же изменение эффектов. И вот белый цвет видим. Меняем его на темно-серый, как на ютубе. Ну вот такой да. Черный текст на сером фоне как-то не очень выглядит. Меняем его на светло-серый. Так как белый уже будет слишком вырвиглазно. Здесь же мы можем заметить то, что у нас нет аватарки. Открываем композицию плейсхолдер. И удаляем данный элемент. Теперь загружаем сюда свою аватарку. После того, как вы загрузили сюда свою аватарку, мы переносим ее под слой с маской. И нажимаем английскую кнопку S. Меняем размер нашей аватарки. Уже после того, как вы изменили размер своей аватарки, заходим в оригинальный проект. И увидим то, что аватарка успешно заменена. Далее нам нужно поменять название канала. Это текст 1. Также переходим в оригинальный проект. И видим то, что название успешно тоже заменилось. Теперь текст снизу. Там вы можете написать, например, подпишись на меня, либо же поставь лайк, либо нажми в колокольчик. Видим то, что текст тоже изменился. Правда, нужно было это маленьким текстом писать. Но да ладно. И, например, вот вам не нравится то, что здесь надпись subscribed на английском написано. Вы хотите, чтобы она у вас была на русском. Выбираем subscribed main. И меняем здесь текст, который был самый первый на красном фоне. Например, пишем подпишись. И также конечный, когда он уже на светло-сером фоне. Либо же на белом. Я напишу молодец. И восклицательный знак. Теперь мы смотрим саму анимацию. И видим то, что она успешно все заменилась. Теперь нам нужно это зарендерить. Те, кто использует Vegas Pro для монтажа, либо же какую-нибудь другую программу, наподобие той же самой Camtasia Studio, либо же Filmora, можете рендерить именно так. То есть нажимаем Ctrl-M, выбираем AVI и рендерим. Те же, кто использует Premiere Pro, советую вам такой способ. Нажимаем здесь на значок PNG. Далее нажимаем Ctrl-M. Здесь мы меняем формат на QuickTime. RGB плюс Alpha. Окей. А здесь меняем название уже. Но я напишу Main Jobs. Ну, можно и так. Сохранить. И начинаем рендерить. И уже после того, как наш проект зарендерился, мы переходим в папку, в которую мы рендерили. Вот наше видео. Открываем его. И видим то, что оно успешно зарендерилось. Все идеально, на мой взгляд. Ну, я надеюсь, вам это видео понравилось. Вы, конечно же, поставите лайк, подпишитесь на канал, оставите свой комментарий и нажмите в колокольчик. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok